Дебиторская задолженность областных предприятий перед Владимирской энерго-забытовой компанией в 2016 году увеличилась на 264 миллиона рублей. Об этом рассказал на подведении энергетических итогов года гендиректор компании Александр Белозёрских. По его словам, в число неплательщиков вошли Вязники Энергии и Владимир Теплогаз. Они добавились к уже существующим коммунальщикам, которые не платят за энергию на протяжении нескольких лет. Самые крупные из них – коммунальные системы Вязниковского района. Их задолженность составляет 75 миллионов, а долги Муромского МУВ и Доканал – уже 65 миллионов рублей. Ситуация по нормализации, по данным предприятия сферы ЖКХ, он, к сожалению, в лучшую сторону не меняется, а только усугубляется. Невыполнение обязанностей предприятиями ЖКХ может повлечь за собой рост тарифов. Поэтому Александр Белозёрских планирует обратиться в областную администрацию с просьбой создать на задолжавших предприятиях рабочие комиссии, которые помогут им найти пути выхода из кризиса. Зато лучше за электроэнергию стали платить муниципалитеты. К надёжным партнёрам Александр Белозёрских отнёс Кольчугина, а также Судогоцкий и Юрьевпольские районы. Стабильно платят и рядовые граждане. Исключение – жители общежитий и многоквартирных домов, где нет центральной системы отопления. К сожалению, в большинстве своём собираются та категория общества, которая не желает оплачивать, вплоть до привлечения участкового даже при административных ответственностях.